Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не достигли никакого результата, и за это справедливо подвергаются критики азербайджанской общественности. Но при этом они пытались содействовать решению армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнул в интервью российскому информагентству ТАСС президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, в период контактов с предыдущими двумя президентами Армении были сделаны очень большие шаги вперед. Мы продвинулись по согласованию вопросов, которые казались вообще несогласуемыми. И это все было на основе желания достичь результата, желания компромиссным путем прийти к урегулированию. Другое дело, что на определенном этапе, когда мы слишком близко подошли к урегулированию, армянская сторона сделала шаг назад. И это тоже факт, хотя они всегда пытались обвинять нас в этом. Но в последний момент они отказались от возврата Кельбаджара и Лачина, потому что другие пять районов были давно согласованы. И мы уже обсуждали вопрос, когда будут возвращены Кельбаджар с Лачином. То есть мы обсуждали сроки о том, что этот вопрос решен. Не было сомнений ни у меня, ни у минской группы. По словам главы государства, минская группа создала основу для урегулирования. Это деоккупация, это возвращение вынужденных переселенцев, открытие коммуникаций, совместное проживание азербайджанской и армянской общин, что полностью соответствует нормам и принципам международного права и вообще человеческой морали, отметил Ильхам Алиев. Когда один из армянских президентов говорил о национальной несовместимости армян и азербайджанцев, он лишний раз демонстрировал свою фашистскую сущность. Почему же азербайджанцы и армяне могут спокойно проживать в России, иметь общий бизнес, иметь смешанные семьи? Почему в некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы живут вместе, отмечают и праздники, и мусульманские, и христианские? Почему в Азербайджане тысячи армян живут достойной жизнью, как наши граждане? Поэтому вот такие вот тезисы фашистского толка, конечно, они не способствовали урегулированию. Ильхам Алиев продолжился. Председатель Минской группы поддерживает азербайджанскую позицию. Но, по его словам, нынешнее армянское руководство пошло другим путем. Вся вина за то, что сейчас происходит, лежит лично на Пашиняне, подчеркнул глава государства, отметив, это человек, который не только оказался случайно во власти, но принес очень много страданий и горя азербайджанскому и армянскому народам. Никол Пашинян – это человек, который в предыдущие годы всегда выступал против сотрудничества Армении с Россией. Команда Пашиняна вся практически состоит из представителей НПО, финансируемых Западом. Азербайджан, в свою очередь, привержен базовым принципам. В Баку считают, что урегулирование возможно, но для этого армянская сторона, сейчас, пока еще не поздно, имеет время для того, чтобы их принять и перевести конфликт из горячей фазы в стадию политического урегулирования, резюмировал Ильхам Алиев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова